Апошня новинных Гомельщины у материалах корреспондента у телерадоя компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Витаю вас. Сегодня у Гомеля в 12-й раз начнет работу универсальная выстава «Кермаш бизнес в регионах». И в первой рамках запланованы так званые «Бизнес дни» с делом представников России, Италии, Хорватии, Польши, Бельгии и широких других стран. Алексей Антерос встретился с организаторами мероприемства и высветлев, которые сподевания складаются на запланованные встречи деловых колов. Гомельское отделение Белорусской гонглево-промысловой палаты выставу «Кермаш бизнес в регионах» все это проводится в 12-й раз. При этом специалисты отделения подкресливают мероприемство, хоть и мая официальный статус республиканского, а лепосудности заявляется международным. Причем размова идея уделили не только представников Украин близких замежа. Все это, например, заявку дослали на Вьетнама. Вышло на нас торговое представительство Республики Вьетнам, то есть отделение посольства, и они будут представлять продукцию своих компаний. Выставка уже широко известна большому кругу наших постоянных участников, и в этом году ожидает очень много новых предприятий. Продукция, уголение машинобудования и послуг народного споживания, будовнейшие материалы и товары легкой промысловости, послуги малого бизнесу. Как и в попередние годы экспозиции не просто представить разные сферы, перш за все необходимо продемонстрировать мягчимость региона и допомогать представникам реального сектора экономики найти новых партнеров. С этой нагоды в першине в рамках работы выставы запланованы так званые бизнес-дни. 21-го кастричника в этой зале сберутся керевники бизнес-организаций, органов выконавчей улады, замежных галево-промысловых палат и деловых колов. На протягу дня тут отбудутся 4 посаджения сиротпатанев, які запланованы для разгляду инноваций у будовництв и сельскох господарств, развитие транспортной инфраструктуры, державные гаранты для замежных инвесторов. При этом, по слову организатору, колькость у денег у бизнес-ден не самая головная. Их оценка будет сделана зоником эффективности проведенных встреч. Мирогодность подписания контрактов и погоднений при этом так само не выключается. Тембош, что темы для обмеркования выбирали таким чином, как продемонстровать максимальность региона и протягнуть инвестиции у сферы, яким сегодня надается особливо значная увага. Понятно, что каждая компания имеет в первую очередь свои цели реализовать услуги, товары. Но нам интересно было бы, чтобы они пришли не только с оборудованием и с товарами, чтобы они принесли свои технологии, новые инновационные разработки. Поэтому вот две секции, которые именно такое название носят – инновационные технологии в сфере строительства и в сфере агропромышленной. Александр Ром, Евген Макеенко, телерадо и компания «Гомель». У протяг темы международного супрацовництва. Напередо дню «Гомель» отбылась сустреча наместника старшини Аблвы Конкамо Баляслава Пирштука и керавника итальянской консалтинговой компании Марио Мазали. У нашей краине ИОН не только представляет интересы уластной компании, но и шукаем активности для дальнейшего супрацовництва итальянских фирм с гомельскими предприемствами. Подробязности сустречи далее в сюжете. Компания «Фо Консалтинг» працуе на рынку в области уже о маль год. Документальное замоцывание отримано уходе подписания двухбакового погоднения помеж СЭС «Гомель Ратон» и итальянской консалтинговой компании, якое отбылось на выставе «Экспо-2015» у Милане подчас проведения джон Гомельской области. Домовленности не примусились обедового чекать. Вось уже визит итальянского бизнесмена Марио Мазали в черговый раз подтверждая, что Гомельская область – саправды эффективная пляцовка для ведения бизнесу. «Нас очень интересует тематика создания совместных предприятий. Особо стоит отметить такое направление, как металлообработка. Провинция Брешия, регион Аламбардия, которую я представляю, индустриально очень развитый регион и испытывает большие потребности в металле». У Беларуси Марио Мазали представляет не только свои интересы, а и разглядая мягчимость установления новых контактов помиже итальянскими и гомельскими предприятиями. Всяродная промка, где в наиближайшие будущие не могут быть реализованы проекты – древоопрацовка. Деапазон от поставок в Европу низкосортной дравнины до створения меблевой вытворчасти у Гомели с итальянским дизайном и белорусской якостью. Пропрацованный проект «Створение станции альтернативной энергии» с мощностью 2 мегават и каждая. Особливую зацикавленность с боку мясцевых органов улады выкликала мягчимость открытия в регионе сумесного предприятия по вытворчасти детских вильготных ручников. Итальянским бизнесменам потребны только площадь, куди они готовы поставить свое обсталявание, привести технологии и запустить вытворчасть. ГТ-проекты обмерковывались подчас встречи итальянского бизнесмена с наместником старшинни Аблваганкама Баляславом Перштуком. Ион знайшов препоновы конструктивными и життяздольными. Пабяцав поддержку администрации региона и пожадал бизнесменам найти кампанию гомельских предпринимателей, которые будут допомогать в реализации этих и других проектов. Одна из подобных кампаний, как выяснится, уже есть. Помогаем в общем итальянском бизнесе здесь в Беларуси и белорусском бизнесе в Европе, в Италии, в Польше. Помогаем в импорте товаров, в экспорте товаров, той продукции, которая конкурентоспособна. И отдельно очень интересная тематика создания совместных предприятий. Как плануется, у Снежни, у Италии отбудется форум для мясцовых бизнесменов с метой дальнейших открытия Беларуси, как надейного делового партнера. Сергей Негеревич, Валерий Гапанько. Телерадиокампания «Гомель». «Гомель» станет первым областным центром Беларуси, у кинотеатрах, якого можно будет увидеть выступления артистов сусветно-вядомых коллективов. Правда, только на экране, зато и в режиме реального часа. Их это не одиночное нововведение, которое укороняется в мясцовых кинотеатрах. Чем плануют з'являть глядачоу, доведались наши корреспонденты. Гомель, например, уже заплановали показы некольких культовых постановок. Например, у кинотеатра «Имя Калинина» из Нью-Йоркского театра «Метрополитен», у «Миры» из Парижского глобуса, на широком экране и у прямой трансляции. Прямой идет сигнал. Мы его принимаем и транслируем на наш экран. Таким образом, зритель у нас может посмотреть, не всякий может поехать в Париж посмотреть «12-ую ночь», а именно вот такая великолепная картинка, великолепные костюмы, сама обстановка театральная – это нечто. Я думаю, что наш зритель, который придет, останется доволен. Киновиды и прокатчики признаются. Сегодня протягивать глядача вельми непросто. Некоторые пиратские копии, нехай и не вельми высокой якости, в интернете заявляются ранее, чем у кинотеатрах. Иншая справа, что аматоров поглядеть кино на широком экране у Гомеля не так уже и мало, а тому отмавляться от новинок у Гомельки на видопрокате не сбираются и робят ставку на сусветные премьеры и своего глядача. Того именно круга зрителей, устойчивого круга, который уже, наверное, в городе Гомеле насчитывает несколько тысяч человек, которые предпочитают смотреть кино именно в кинотеатрах. И уже кино на компьютере не воспринимают. Вот именно на таких людей мы ориентируемся и строим нашу работу, чтобы круг этих людей был как можно шире. Олег Сентюру, Олеся Рудянкова, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Размова об перспективах развития белорусской киноиндустрии пойдет сегодня в черговой программе «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Гостем студии станет генеральный директор коммунального унитарного предприемства «Гомелькиновидеопрокат» Александр Лауриненко. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» в 18.01.10 хвилин. Онлайн-трансляция доступна на сайте www.tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфира «У Гомели» 77 68 45. Волонтерский рух по обороне бездомных живел провел у Гомели доброчинную акцию «Подары им шанс». Это уже десятая спроба гомельских волонтеров уладковать у добрые руки своих бездомных годованцев. Подрабязности проведения акции у материале Вероники Ворошилиной. Ласкавые коты и котяняты, отданные собаки и счаняты. Браты наши меньшие самых разных узростов, афарбовок и властивостей у характеру. У каждого своя веселая мянушка, и одночасово сумная история волешного життя, без хаты и господарского клопоту. Старт десятой доброчинной акции «Подары им шанс» супал с юбилеем одноименного волонтерского руху по обороне бездомных живел, якое денежное у Гомели. Его историю пять годов тому начала писать звычайная жихарка областного центра Светлана Лапо. Сегодня уликуя ей помощников 40 человек, на апецы волонтеров около 200 живел. Амальпалов из них подчас акции спробовали знайсти господаров. На мой взгляд, такие акции очень значимы даже хотя бы для того, чтобы пропагандировать гуманное отношение к животным, показать общественности, что действительно у нас проблема существует, и что животных бездомных меньше, к сожалению, не становится, и что решать проблему нужно гуманными методами, то есть стерилизацией, и вот такими вот благотворительными акциями. Усе представленные на акции дорослые живелы были прищепленные и стерилизованные. Их дозволялось погладить и навык взять на руки. Одны хороджане покидали акцию, хиба что не со слезами на ватшах, а ли так и не выбравши себе шатвероногого сябра. Иншие со своим выбором вызначались без лишних роздумов. Мы выбрали себе девочку. Я назову ее Мартой. Я давно хотела себе черную кошечку. О, моя хорошая. Я думаю, что мы подружимся. Дочка захотела котика. Вот пришли взять котенка. Знаем только, что ему два месяца. Как зовут, еще не успели узнать. Я к животным отношусь нормально, потому что у нас уже будет третий кот. Усего заводы и снование волонтерского руху выротовано больше, как тысяча бездомных живел. Шмат взроблено поражение их проблем. На протягу доброчинной акции у Гомеля так само працавали специальные пункты, куда необыяковые горожане могли пронести корм, леки и иншие необходные приналежности. Оказать допомогу волонтерскому руху можете и вы, доведавшиеся больше подробязанную информацию по телефоне 8 029 674 21 65. Вероника Ворошилина, Валерих Панько, Телера, Дуя, компания Гомель. Больше, как 100 экспонатов, доставлено с российской столицы для выставы, которая открылася у Гомельским палацево-парковом ансамбле. У выставочный проект вошли работы студентов и выкладчиков Академии акварели и выявленных мастерства Сергея Андреяки. Экспозиция разместилась сразу в двух залах, одну из которых занимают работы основательного научного установки. Представленные тут картины выдатного мастера Сергея Андреяки показывают его творческий шлях, починающий с 1986 года. Живопис, скульптура и декоративно-прикладная творческие, после этого демонструя процесс научения у Академии, аналога, который сегодня немало в всем свете. Это авторская методика Сергея Николаевича Андреяки по многослойной акварели. С другой стороны, это тоже возрождение академических традиций живописи и XIX века, и мировой живописи. И еще особенность в том, что каждый студент осваивает не только живопись акварелью, рисунок. У нас, получается, художники, которые, как мы помним, вот врубили, коровин, которые могли выражать себя в разных-разных материалах. По традиции, супрацовники Академии провели доброчинный майстер-класс. Его удельниками стали навученцы Гомельского мостатского колледжа и выхованцы разных студий. Усе ожидающие могли на практице познайомиться с уникальной методикой акварельного письма Сергея Андреяки. И опошнее поведомление. Белорусский радиотелевизийный передающий центр сегодня проведет профилактические работы. В связи с этим с 9 до 15 годин не будут транслироваться программы агульнодаступных теле- и радиоканалов. Плановые профилактичесные работы проводятся двойче у год и накераванные на поляпшенне якости трансляции и свойчасовое выявление макчимых недохопов. И это была пошняя информация выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Добрых вам новин и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова